Недавно Оля, как обычно, приехала в клинику, чтобы навестить наших подопечных, собачек-инвалидов, которые проходят там лечение. И, выйдя на крыльцо, увидела жуткую картину. Дети держат за шею раздутую, как шарик, кошку и палят ей усы. Женщина отогнала малолеток и позвала киску, и та с громким мяу побежала навстречу. А потом стала в прямом смысле обнимать ее за ноги, продолжая рассказывать о своей нелегкой жизни. Зеленоглазая кошечка с огромным пузиком выглядела настолько жалкой и беззащитной, что сердце собачницы Оли дрогнуло, ведь киска так просила о помощи. Ой, ты беременна, толстушечка-то. Ты чья, кто ж тебя выкинул-то, а? Эх, а вот мне везет. Сразу миску реналу съела, ну то, что было, придали. Но у нее срок-то большой, у меня каждый живот будет рожать, поэтому и жалкости за нас. Как выяснилось в клинике, глубоко беременная кошечка приходит сюда каждый день и подолгу сидит у двери, надеясь, что ее пустят внутрь. Ну или хотя бы вынесут поесть. И врачи выносили ей корм, жалели, но принять в стационар не могли. Ведь кто-то должен оплачивать ее пребывание там и заниматься дальнейшей судьбой. А у нее ни хозяина, ни куратора, никого нет. Но кошечка, видимо, очень хотела родить своих котяток не где-нибудь под кустом, а именно в клинике под наблюдением врачей. Кстати, клинику она выбрала одну из лучших в Подмосковье и недешевых. Мы с Олей решили помочь будущей матери исполнить ее мечту и взяли ее под свое крыло. Так Дымка стала очередной подопечной канала Зоумама. В тот день киску наконец-то разместили в стационаре, полностью обследовали, а после сказали, что она здорова и со дня на день родит. Скорее всего, впервые в жизни, ведь ей около годика. Предвидя вопросы о стерилизации, я отвечу заранее. Мы не потрошим животных конвейером на последних сроках, потому что это крайне опасно для их жизни. И это сейчас я говорю вам не как волонтера, как человек, который работал в ветклинике и ассистировал такие операции. Ты Дымка, ты Дымка, а что ты в туалете лежишь? Вот все вы любите в туалетах лежать, я не понимаю, почему она. Не хватит слов, чтобы описать радость кошечке, которая наконец-то попала в заветную клинику. Она с первой минуты мурчала на весь стационар и каталась там, как колобок, потягиваясь и жмурясь от счастья. Врачи и сами были рады, что теперь у их уличной подружки появились кураторы. Эта лоскушка там всех обворожила. Нечасто можно встретить настолько общительных и покладистых кошек, как Дымка. Ой, 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 лоскушка, кузя-то это какая, а? Нечаская киса. Ой, пузырик! Пузырик, пузырик! Пу-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у! Прошла неделя, и вот нас поздравили. Дымочка, как и планировала, благополучно родила пять очаровательных котяток под контролем прекрасных специалистов, которым так доверяла. Врачи радуются, как дети с умилением разглядывают крошечные ушки и розовые пяточки малышей. 28 августа Оля навестила многодетную мамочку с подарками, которые пушистой красотке пришлись по душе. Блин, ну вот, киси купили. Она с удовольствием расположилась с детками в теплой лежаночке, досуто наелась корма для кормящих кисок и подтянула к себе заводную мышку, малышам на вырост. Вот им, кушают, но видишь, они пока на пеленке, на тряпочке, сейчас я ей куплю. Все, и вот корм еще вот этот, ну этот, всяче возьму. Ах, мамочка наша, сейчас я ей какое-нибудь гнездышко возьму, а потом то привезу, пусть два будет. Да, мамочка? Да. Я всех спалку надену. Потом для расстройства. Вот мой любимец. Ой, вон его. Иди, иди, иди. Это тебе не коробочка, да? Иди, посмотри. Вот это да. Этот прям сладкий. И вот этот какой-то прям британец. Своим новым положением Дымка очень довольна. Уже на второй день после окота она с энтузиазмом позирует на камеру и заботливо обнимает своих котяток. Мы очень надеемся, что эти славные крошки из клиники поедут прямиком по домам. Но пока у вас есть уникальная возможность уже сейчас забронировать себе маленького пушистика или даже кошку-маму, которая порадует вас своим высоким интеллектом и очень ласковым характером. Звоните и приезжайте знакомиться. Киски находятся в Подмосковье. Также мы будем очень благодарны, если кто-то захочет помочь в оплате стационара Дымки с детками и нашим пёсикам-инвалидам, которые находятся там же. Поле, Надя, Рэй и цыганочки. Реквизиты я оставлю в описании под этим видео. Друзья, не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал, оставлять комментарии, ставить лайки и делать репосты. Поймите, это не дежурная фраза блогера. Данные действия увеличивают показы, а значит у животных повышается шанс найти дом.